США остановили Северный поток-2 Министерство финансов США заявило, что санкции против газопровода в Северный поток-2 и Турецкий поток вступают в силу немедленно. Компании, ведущие прокладку нитки, должны незамедлительно прекратить строительство. Ранее швейцарская компания LCS, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу. А сроки по окончанию строительства сдвигаются. Американские санкции в отношении газопровода в Северный поток-2 и Турецкий поток, предусмотренные оборонным бюджетом на 2020 финансовый год, вступают в силу немедленно. Об этом говорится в опубликованном Министерством финансов США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер. Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год. Он составил 738 миллиардов долларов. Американские законодатели включили в бюджет положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте Северный поток-2. С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 санкции немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали, или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства Северного потока-2 или Турецкого потока, должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством. Говорится в специальном комментарии. При этом в пояснении отмечается, что возможны и исключения из требования о прекращении деятельности. Речь идет о ситуациях, когда работа компании важна для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, а также чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба. Вступившие в силу санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний. Предприятия отрежут от рынка США, поскольку будут ограничены все транзакции в американской юрисдикции. Руководители могут лишиться возможности въезжать на территорию США, а также столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в Соединенных Штатах. Газопровод «Северный поток-2» построен на 92%. Дания была последней страной, которая задерживала строительство, но после двухлетнего сопротивления выдала разрешение на его прокладку, и сейчас проходят работы на ее участке. Американские парламентарии опасаются, что Россия благодаря «Северному потоку-2» приобретет новые рычаги влияния в Европе. В США уверены, что у России нет технологий для глубоководной укладки труб. Поэтому строительство остановится. Сроки ввода в эксплуатацию российского газопровода сдвинулись. Отвечающий за топливно-энергетический комплекс вице-премьер России Дмитрий Козак объявил, что «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года. До этого планировалось, что это произойдет к концу 2019 года. «Северный поток-2» — это газопровод, который идет из усть-луги в Ленинградской области по дну Балтийского моря до германского порта Грайфсвольт. Стоимость строительства составляет около 9,5 миллиардов евро. Проект затрагивает юрисдикции России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на наш канал. Всего доброго. Продолжение следует...